Парим апохалами и заирами, иногда вениками Здоровья в порядке, спасибо зарядке Виктор Иванович Вахов, директор компании Шкомцентр ВВД, нам про это сейчас расскажет Друзья, всем привет, с вами канал Живая Русская Баня Как говорил в одном из предыдущих роликов, сейчас вам покажем, что такое коллективное парение Сам ни разу на нем не был, вот сейчас все это попробуем Хочу вам представить человека, представься сам Здравствуйте, Александр Антипин, семейная мастерская Купава Сегодня буду проводить коллективное парение и банную здоровительную гимнастику Гимнастика для того, чтобы запустить межтканевую жидкость и лимфу, круговорот и очищение Расскажи, что это за баня Баня-юрта, это переносная баня на фестивалях, печка от компании Шкомцентр ВВД Для коллективного парения здесь входит очень много людей Парим апохалами и заирами, иногда вениками Мы сейчас чуть позже вам про печку, про эту расскажем А сейчас пойдемте посмотрим, как уже народ начал туда заходить Как размещается и как она вообще выглядит внутри Погнали Коллективное парение начинается Народ заходит в большую баню-юрту с печкой ВВД Сейчас сами попробуем, посмотрим, что же это такое будет ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok большая на фоне на фоне влажности которую он создаст это будет жарко и неприятно но все-таки там можно побаловаться еще и с паром подливая туда нет это мы уже говорим о конструкции печи мы пока говорим о парогенераторе о получении пара вот да я понял но помимо вот этого парогенератора который постоянно генерирует парк если там находится вода парильщик может еще и поиграться с паром ковшиком вот сейчас я сейчас подойдем до этого мы немножко не договорили значит вода подается в эту печь парогенератор в автоматическом режиме там стоит регулятор уровня воды понятно что когда вода кипит пар выходит уровень воды понижается его надо пополнить но естественно это не кувшичка а там подведен обыкновенный водопровод можно кстати из бака сделать из подвесного и стоит регулятор шаровой клапан регулятор уровня и он поддерживает вот этот уровень воды в постоянном режиме постоянном уровне вот данная печь и четверо суток уже если не ошибаюсь работает непрерывно все заходят погреться и с ней проблем нету то есть и система это работает устойчиво мы достаточно болезненно нащупали вот это решение мы прошли через электрическое регулирование уровня воды а ну да она имеет право на жизнь но надежность не так любая грязь в воде любой мусор там электромагнитный клапан и так далее подбивает и происходит неприятность вот это решение спарогенератор мы сейчас о нем говорим но это печь хороша еще чем это вот ответ на второй вопрос у нее параллельно существует каменка то есть параллельно существует стандартная типовая электрическая печь стенами но каменка это выпало выполнено в теплоизоляционном варианте то есть стенки теплоизолированы там 25 миллиметровое керамоволокло и крышечка теплоизолированная поэтому две крышечки две дверки вот в данной печи поэтому если мы откроем эти дверки то мы получаем сухой сухой жар который идет из камен я вчера заглядывал туда мне казалось что там чугунные шары недокрасно раскаленные если закрыть закрыть дверочки то естественно температура там подымется там конечно есть аварийный аварийная за определенная защита там стоят термостаты которые будут выключать каменку когда она критическую температуру наберет термостаты тыны выключат она некоторое время постоит потом опять включится не замеряли температуру закладки очень высокая очень высокая она даже если я скажу она немножко неестественная бы вы увидели красные ядра чего вот я был вчера заходил заглядывал мне казалось что нижние чугунные ядра вот но если кто инженеры по машиностроению большие температура разогретого металла это 400 градусов если выше подымается температура это уже 400 50 500 по моим предположениям по виду а по цвету ядер эта температура около 500 градусов ну да да но это понятно это высочайшая температура для закладки очень высокая вот мне даже это не очень нравится поэтому я бы хотел чтобы люди все-таки дверки открывали вот такого критического состояния не очень хорошо не доводили не доводить да понятно что влияет на надежность там и так далее она и насколько она киловатт вот данный вариант печи на 18 киловатт вообще вот в таком корпусе печи делаются 10 12 15 18 киловатт как рассчитать печь и для помещения относительно киловатт сколько киловатт вы знаете вопрос вот для этой печи очень оригинальный если бы вам раньше любой изготовитель серийных каких-то электрических печей элементарные просто ответил вам куб на киловатт это принятый ответ принятое решение хотя до финских от немецкие сауны это русские куб киловатт здесь методика другая подсчета здесь в нагреве помещения участвует пар то есть появляется влажность не типовое решение для электрических более быстрее перенос энергии нет не дело не в этом понятно что у пара есть тепловая составляющая но проблема не в этом не проблема а наоборот и плюс плюс вот в чем а при повышенной влажности помещения для комфортного ощущения телом не не нужны высокие температуры если мы в сауне находимся у нас там 190 градусов и влажность там движут линии же ниже меньше гораздо меньше порядка там но пяти семи процентов когда вот чистая сауна то уши вянут при этих температурах уже при влажности при насыщении вот этим паром комфортная температура когда человеку уже становится вот так как русской бане то есть реально 60 градусов 60 градусов 50 процентов влажности все идеальный режим идеальный режим для русского парильщика свиньи у нас многие люди этого не понимают говорят как вы можете заходить в баню при 50 градусов а я не в баню захожу а тести пяти совершенно правы но когда начинают пользоваться этой печью то совершенно абсолютно точно понимает да вот она правильно ну 70 градусов можно там влажность при этом кстати упадет потому что эти величины обратно пропорциональны с повышением температуры относительная влажность уменьшается это физика вот поэтому поднять то и другое одновременно это никому не удается это нереально спасибо за тобой за такой подробный рассказ ребят если есть вопросы пишите их в комментариях я думаю что ввд придет в комментарии ответит на все ваши вопросы ну и сайт тоже внизу также будет всех желающих всех интересующихся этой печью я пожалуйста обращайтесь я в любой момент готов лично пообщаться ответить на вопросы и тогда ваш телефон можно внизу оставить и ножком центровский на сайте он есть там он есть да пожалуйста я готов разговаривать а